Ну, здравствуйте! Прошло уже три месяца с последнего обзора на скетчбук, и я решила сделать ещё один обзор. Очень и очень хотела. На этот раз это вот такой вот скетчбук, он у меня почти весь заполнен. Там осталось буквально 18 листов, и, ну, и, наверное, я его уже закончу в скором времени. Начинается он вот с такой вот маленькой картинки. Ну, тут был... Тут... Шадо тут был. Был. И вот такого глаза. Ну, и, мне кажется, такой лист буквально во всех скетчбуках есть, ну, которых именно рисуют там. Не только вот чёрно-белых, как я люблю, а вот там цветные рисунки. Ну, и, наверное, такой лист для проверки карандашей, маркеров, фломастеров есть у всех. Даже красок, наверное. Начинается с скетчбук. Уже прям начинается. Не с этого. Вот прям вот с такого полноценного рисунка. Ну, не сказать бы, что он полноценный. Он почти полноценный. Рисунок Соника. Это был из Соника Бумзят. Кадр или не кадр просто. Гевать нечего было, когда с подругами гуляли. Потом был Шэдоу. Даже сказать нечего. Нечего придумать и сказать. Ну, вот Силлер. Его я уже откровенно ненавижу. Ибо сколько я его рисовала, сколько я парилась над позой, я думала, что я скоро стеру лист весь и просто-просто вырву и забуду про всё это. Ну, и пошёл потом полноценный рисунок. Это Sonic.exe. Не знаю, может быть, это куда-то можно отнести, а может нет. Просто рисунок такой вот. Тут, кстати, на каждых листах показана дата. Почти на каждых листах показана дата, когда этот был рисунок нарисован. Ну, и вот, и тут у нас Силлер с Сами, кто сказал, что мы всего лишь кошмар. Так. И потом идёт Шэдоу. С Сами вы не сможете нас держать. Ну, типа попал в психушку. И вот тут я прям сожалею, я каким-то образом капля воды сюда попала. Обидно. Это был первый рисунок с мастерами в этом блокноте. И, по-моему, последний сразу же. Тут до этого был листочек Сэми, который я пыталась нарисовать, но он мне так не понравился, что я его вырезал. Ну, и, наверное, кто подписан на мой инстаграм, знает этот арт уже, ибо я его рисовала. Ну, недавно. Но я не помню уже, когда я его рисовала. А, рисовала я его 2019-го, 20-го, 0-7-го по 30-й, 0-6-й. Ой, 0-6-го. Ну, в общем, 29-го июня по 30-й июня. Ну, и тут три рисунка. Солнце, Земля с Луной, Сатурн, ибо я тогда его перепутала с Юпитером, не спрашивайте как, ну и Плутен. Эти два рисунка не закончены, которые вот этот и вот этот. Ну, мне было лень, я его так и не закончила. Тут число написано. Буду вам показывать число, ибо я начинаю запинаться. Ну, и, ну, это мой персонаж Хью. О нём я буквально почти ничего не могу сказать, потому что тогда я его рисовала только для Ролки, вроде бы. Ну, и, ну, тут показано всё, что надо о нём буквально знать. Вот тут навру, что он любит спать. Вот нифига, это не спит никогда. Это надо будет убрать, убрать просто. Потом тут был рисунок с двумя землями, землями неграмотные, я знаю. Ну, и моём персонаже, который стоит и пытается понять, что он тут делает, и зачем я его сюда притащил. Потом, ну, это был буквально, мне кажется, заказ, можно так сказать, рисунок. Ибо я тогда подругу попросила нарисовать солнце и землю. Солнце что-то говорит, а земля смотрит на него с презрением. Ну, вроде бы, я попыталась это сделать. Ну, вот тут Российская империя или жюри. Это мне попросил друг уже нарисовать, когда я была в лагере. Ну, а тут, тут был прям большой фейл с Германской империей. Потому что я там, вот в этом месте, где должна быть белая полоса, нарисовала красный. А потом, когда посмотрела флаг, поняла, что я дебил и нарисовала неправильно. И этот рисунок незаконченный. Ну, я тут забыла показывать числа. Извините то, что тут так пролагало. Вот числа. Ну, а, наверное, вот тут число вы, наверное, возможно, прочитаете, а, возможно, и нет. Так. Нет, ты... Так, потом идёт у нас биошифр. Это меня уже тоже друг просил нарисовать. Ну, а чё бы нет, нарисовала. 2019.01.03. Ну, и, типа, можно сказать, комикс. Точнее, это просто рисунок под мою любимую песню. Я точно знаю наперёд, сегодня кто-нибудь умрёт. Так, потом покажу, чтобы более видно было. Ну, и число, как показываю теперь. И тут был такой рисунок с любимыми персонажами и Плутоном. Плутон я до сих пор не раскрасила. И тут написано не планета. Вот число. Тут я хотела сделать гифт для одного человека в Инстаграме, но у меня до сих пор руки не дошли разукрасить и, наконец, исправить. Вот. Её ник и число. Потом, ну, тут у меня планировалось нарисовать Россию, но мне так не захотелось, и я решила нарисовать Канаду и Украину. Вот число. Потом, это, сразу говорю, это Сатурн. Я не понимаю, почему я его везде писала, что это Юпитер. Тогда я сильно тупанула, вот. Часо там, всё. Ну, и вот тут уже идут крылья, я просто фигнёй страдала на самочасе. Даже тут есть, я поставила число. Ну, и две поняши и попытка рисовать руки в то время. Потом у нас идёт такой полноценный опять рисунок с котом, в общем, союзом в виде кота, сидящий у себя дома. Спящий. Потом, ну, вот число. Вот, типа, я писала её, типа, союз-код. Ну, и потом у меня идёт вот такой рисунок и кроссовка. Сорисовала я с настоящего кроссовка. Ну, подруга попросила нарисовать, в лагере делать вообще ничего, на самочасе было, вот и нарисовала. Так, потом идёт ДНС, вроде, для ДИТС. Если я правильно сказала, если неправильно, извиняюсь. Вот такой вот рисуночек. Потом я рисовала это на планшете. В Ибиспайнте. Потом идёт у нас такой союз в одежде рейха с вами, как я на это согласился. А потом идёт рейх в одежде союза. Говорящий, что это ему велико. Потом идёт попытки нарисовать нямкета из подручных цветов, которые у меня тогда с собой были. Фиолетового и тёмно-синего у меня как раз и не было. Потом идёт Северная Корея с болезнью Ханхаки. Потом идёт вот такой рисунок незаконченный, который я не буду заканчивать, типа мне уж слишком лень. Ну, в общем, потом... Так. Ну, потом идёт союз, который... Так, это я читать не буду. Идите, нахер. Никуда не уходите. Потом идёт у нас Николай Ивановичкин и Клаус Ягер. Тогда вы посмотрели фильм Т-34. Ну, и он мне сильно понравился. Я решила нарисовать, почему бы и нет. Потом была сцена из нашей ролки, которая... Ну, мне вот прям... Тогда она мне нравилась, но как вот у меня сейчас нарисована, она не очень вышла, признаю. Хоть это всего лишь и чёрно-белый скетч. Потом идёт две поняши. Инь и Янь. Даже сказать я ничего не могу, ибо я не знаю, что сказать. Потом 12.07 я рисовала для Чизу поздравление с днём рождения. Ну, и ещё на другом листе я рисовала Японию. Хотела ей отправить, но забыла просто. Как тупо. Потом у меня пришла такая идея для комикса. Если вы живёте в России, подорожник в роб в лоб, и всё пройдёт. В реале, к сожалению, так это не работает. D.I.T.S. опять. Но это я ещё до сих пор не сделала и не выложила. Эх, я её никогда, мне кажется, не выложила. Тут было, типа, подобие меня, которое говорит, что я ненавижу солнце. Ну, ибо я серьёзно его ненавижу из-за аллергии на солнце. При которой мне, типа, очень плохо на солнце стоят. И опять это Инь и Янь, две поняши. Не знаю даже, что сказать. Это комикс, который я не буду показывать, типа, он мне не нравится. Вот, Филиппины. Не знаю, почему он с хвостом. На паролке мы так решили, что он будет с хвостом. Потом опять две поняши, Инь и Янь. Я их, типа, шиперила. Вообще не знаю, откуда я придумала их рисовать и шиперить. Ну, опять я злая такая. Потом это было срисовано с карты с Винтус. Там была девушка. Чё, ну, в общем, её так называли серая мадама. Ну, и я решила её нарисовать только в виде Великобритании пьющего чай. Потом пыталась дать людям урок. Ну, потому что они рисовали прям вот так вот палочкой. Типа, всё. И не понимали, почему у них ничего не получается. Потом я им сказала, что надо вот так вот слегка искривлённо рисовать. А вот, типа, линию провела вот так. И, типа, оставила. Потом написана Ашкара, которую я переделывала. Ну, о ней я почти ничего не могу сказать. Потом, ну, это как раз всё с первого раза и карандашом красным. Это, типа, Ночная Фурия, но какая-то моя. Я её даже не знаю, как называть. Просто тогда нечего делать было. Потом тут Союз с Рейхом ругаются. Я даже не знаю. Тут было что-то написано. Я уже даже не помню, что там было написано. Потом было просто там моменты всякие. Которые, ну, мне понравились. Я решила, попыталась их нарисовать. Потом несчастные попытки рисовать руки. Ну, была перерисовка Рейха и Союза, типа, под песню «Я вырву твои глаза». Ну, вот, если вы что-то там разберёте, можете прочитать. Потом идёт вот такой вот мой персонаж. Вот именно он мне не нравится, как получился. Возможно, в следующий раз. Когда я буду снимать обозначенный скетчбук, он где-то будет. Но в этом я его планирую, честно, вырвать. Ну, потом у нас есть группа в... Где у нас группа есть? Группа есть в WhatsApp. С друзьями. Арт называется. Ну, и там у нас девушка, она выбрала, под что мы будем сегодня рисовать. Ну, и нам попалась такая фури. Я её ещё не разукрасила, но планирую. Потом, ну, я в Аске по Social Media Human отвечаю за Google. Ну, и тогда это был мой скетч для Лайна на планшете. Потом, ну, это у нас был момент из ролики с Порнхубом. Так что я его ещё не закончила. Ну, и моё приложение такое вот порытое. Ну, и вроде бы на этом всё. Конец этого скетчбука. Скоро он уже закончится. Я планирую в следующие дни, ну, на этой неделе его уже закончить. Ладно, всем удачи и всем пока.